Здравствуйте, дорогие друзья! Это такой небольшой пилотный проект. Не знаю, понравится вам или нет. Я хотела бы сделать расклад на выходные, то есть про выходные. Что под выходными я имею в виду? Пятница, вечер, суббота и воскресенье. То есть люди после трудовой недели, очень многие хотят отдохнуть, сходить в гости, отметить дни рождения, поехать на шашлыки, сходить в театр, в кино, просто погулять, в конце концов, кино посмотреть, кино, вино, свидание, кому что надо. Отдых, развлечение на выходные. То есть мне хотелось посмотреть чисто отдых, развлечение. Если вам понравится, если будет соответствовать, и вы хотели бы это видеть впоследствии, может быть, я периодически буду делать такие расклады. Буду использовать золотое универсальное таро и мистические кипперы. Но начну, пожалуй, со знака Телец. Пойду по порядку, но закончу овнами. Вот такое сделаю исключение в этот раз. Разметку времени постараюсь поставить под видео. Если я забуду, и у кого-то будет время, из подписчиков и зрителей, я буду вам очень благодарна. Так, начинаем с Тельца. Вопрос, как пройдут выходные. Так я ставила картам вопрос. Король Пентакли, шестерка Пентакли и карта подарки. Я хочу убедиться, что вам видно карты, чтобы я тоже вот... Ну, что можно здесь сказать? Для мужчин Тельцов. Мужчины Тельцы будут первое. Конечно же, вероятно, поедут за покупками. Параллельно с покупками у меня такое ощущение, что Тельцы купят какие-то еще подарочки своим родным, близким, любимым. Может быть, родителям, может быть, любимой женщине, может быть, деткам. Неважно. Ну, помимо необходимых покупок, такое впечатление, что еще и напокупают каких-то приятностей, радостей и сладостей. Также может быть, что Тельец пытается помириться, не исключено, что с помощью подарков, каких-то приятных сюрпризов с любимой женщиной. Для женщин то же самое, только мужчина помогает вам, дарит что-то вам, делает что-то для вас. У меня такое было ощущение, что делает то, что вам хочется. Ну, то есть, либо так, как вам хотелось бы, либо то, что вам хочется, либо это помощь, поддержка или подарок, или даже, может быть, денежки какие-то. Очень даже кстати. И могут экономить ваши собственные средства. Допустим, если это нелюбимый человек, если это, не важно, отец, сосед, друг, может быть, у вас там кран полетел, да, приходит этот мужчина, ремонтирует это для вас. Соответственно, вам не надо вызывать сантехника и тратить свои деньги. Но вопрос попытки помириться здесь имеет место быть. Вот так мне это видится. Что как будто бы, ну, и тельцы мужчины, и к тельцам женщинам, в общем, мужчина пытается найти подход, пытается помириться. Подарки, помощь, долги, кстати, может быть, возврат долга. Тельцы сами могут отдать долг или часть долга кому-то, со словами благодарности. Ну, там, спасибо, что ты мне одалживал. Вам могут вернуть долг или часть долга, тоже со словами благодарности. Или эти деньги, ну, очень кстати вам сейчас. То есть хорошо, что вернули. Бытовые дела могут быть, конечно же. Кто-то из тельцов, вероятно, будет делать уроки с детьми. И как бы здесь такой вот, знаете, помимо необходимой программы, то, что в учебниках, то, что должно быть сделано, как будто бы человек еще и что-то рассказывает, делится опытом и получает сам колоссальное удовольствие, собственно, что посидел над этими учебниками шестого класса. Да, то есть получил удовольствие от общения с ребенком и от того, что смог что-то дать, помимо просто книжных знаний, что-то рассказать своему дитя. Ну, в общем, здесь у меня вот такая вот информация для тельцов. Я вам желаю прекрасных выходных, дорогие тельцы. Близнецы. У вас, дорогие близнецы, выходит шестерочка жезлов, троечка кубков и карта дом. Но я хочу сказать, что, конечно же, по этим картам, теоретически, мне уже в шестерке жезлов казалось, что здесь какое-то, знаете, как восхваление, как типа тосты, поздравления. О, ты пришел там, ну, вот такая идет какая-то информация. Как будто бы восхищаются, хвалят и прочее. Тем более с тройкой кубков. Здесь, конечно, у кого-то какое-то там новоселье. Или в доме, ну, я знаю, что сейчас у вас не дни рождения, но, может быть, у кого-то из близких день рождения. Или новоселье отмечаете, или какое-то другое мероприятие. Приятие, такие вот собирушки дома с друзьями, с родней. Какой-то праздник, радость. Кто-то что-то отмечает, кто-то тостует. Кто-то может возвращаться домой на выходные. И опять-таки это такая радость вообще. То есть и вас рады видеть, и вы прям счастливы до невозможности. То есть ваш приезд – это просто праздник. Праздник для близких. Для кого-то дом. Не обязательно дом. Если у вас, если вы много работаете, и работа – это ваш второй дом практически, то не исключено, конечно, выходные вы будете работать, но там в то же время может быть какой-то корпоративчик. Может быть, удачно там закончили проект, или там прошла выставка, и вы вот вместе с Абантой устраиваете, с коллегами на работе. Все это может быть. Единственное, у меня какое-то было ощущение, что вот если у вас действительно намечается празднество какое-то, и придут много-много людей, причем не только вот самых близких, но и каких-то таких вот приятелей, какие-то малознакомые, или там, ну не знаю, друзья друзей какие-то вот такие, люди, которых вы не совсем, может быть, так вот хорошо знаете, я бы убирала ценные вещи. Ну такая вот у меня была, что вероятность пропажи какой-то существует. Так что если у вас какой-то с Абантой дома, грандиозный, или на даче, или где-то, где у вас лежат какие-то ценности, или деньги, я бы убрала в избежании разных недоразумений. Я думаю, что близнецы будут себя чувствовать очень, ну не знаю, на коне, очень успешными, самооценка у вас будет просто на высоте. Если вы пойдете куда-то в гости, вам будут настолько рады, что у вас не будет сомнений, что действительно рады вас видеть, что вы душа компании и украсили их праздник, и вам будет от этого тоже радостно. Могут быть, конечно, вот прямо как здесь, в буквальном смысле, конные прогулки у кого-то, да? Потом посиделки в кафе, встречи с друзьями, то есть такая вот радость, выезд на дачу, может быть, безусловно, опять-таки с шашлыками, с песнями, с плясками, у кого как, развлечения разного рода. Прекрасно проведете выходные, дорогие близнецы. Могут быть и свидания по тройке кубков, и очень приятные встречи просто даже с людьми, которые вам дороги и приятны. Я вам желаю прекрасных выходных, дорогие близнецы. Раки, теперь мы к вам пришли. И вышел король кубков, спожом жезлов. Потом вышло так, как у нас вышло-то? Вот так. Фальши персон и приятное письмо. То есть, ну как, типа вот, типа карты дьявола на самом деле. Фальши персона. Так, я надеюсь, вам все видно. Что я бы хотела сказать? Первое, что бросилось здесь в глаза, теоретически для тех, для кого это актуально, может быть любовная переписка. Любовная, эротического такого, с элементами соблазнения и такой подоплекой, может быть прям конкретная такая переписка с кем-то. Если вы, допустим, рак, который, я вообще, у меня ничего такого быть не может, тогда здесь вот я немножечко тревожным колокольчиком позвеню. Почему? Потому что я думаю, король кубков, это все-таки вы, и в основном мужчины раки. Возможно, у вас будут, будет или будут встречи или встречи, разговоры, могут вас, скажем так, с вами общаться. Я тогда вот, если это не сексуального, эротического характера, потому что, не надо забывать, что эта карта очень часто показывает именно секс. Ну вот в чистом виде, да. Если это не то, значит тогда в этой информации, в этих словах, улыбках и новостях, вроде бы милых, есть какое-то двойное дно, подоплека. Не исключено, что сам рак, ну, расклад общего характера, может быть, мужчина, женщина, рак, неважно. Короче, давайте так, вот это могут делать раки, это могут делать по отношению к ракам, но если вы знаете свою ситуацию и знаете, что у вас сейчас в жизни происходит, что у вас на выходные должно быть, тогда вы поймете о чем. Короче, в этой ситуации человек что-то говорит, но имеет в виду другое. Либо хочет что-то сказать, но вуалирует это, то есть напрямую это не говорит, вот так скажем. Завуалированно пытается что-то донести до другого человека. Вот что я вижу в этих картах. Но может быть лезть, да. Ну, насчет прикрытой и неприкрытой, это уже все, конечно, относительно. Рака тоже трудно провести, вокруг пальца обвести. Так что, если вам будут льстить, я думаю, что вы это заметите. Конечно, в лучшем исполнении это может отыграться, как именно попытка, ну, соблазнить, увлечь кого-то, подогреть чьи-то интересы, желания, тогда вот эта карта, она как бы здесь уместна. Вместе с этими жезлами страстными, импульсивными, очень порывистыми. Конечно, может у кого-то быть, если даже вы в отношениях, у вас может быть такая вот прям игра, 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 ну, я имею в виду с соблазнением своего уже ныне существующего партнера, безусловно. Может быть, кто-то аккуратненько пытается вызвать ревность партнера, то есть, потому что, вот видите, какая-то игра идет все-таки. Мне так видится. Может быть, вас неожиданно куда-то пригласят. Не исключено, потому что пас жезлов, это еще может быть новость приглашения, типа айда. Но он, так как он импульсивный, то это иногда как снег на голову, по сути дела. Да, но с другой стороны, видимо, с приятным письмом, может быть, и вы порадуетесь, может быть, это фальшоперсон будет означать, что вы будете ломать голову, что мне одеть, боже мой, боже мой, меня позвали, что мне одеть лучше. Ну, здесь у всех по-разному. Ну, я говорю, насчет, конечно, сексуальности, здесь очень много такой вот энергетики у наших раков на выходные. Или попытку донести какую-то информацию. Я вам желаю прекрасных выходных, дорогие раки. Ух, львы. Даже не знаю прям. Речь идет о выходных, да. Вот смерть, она была причиной этой пятерки кубков, как мне показали. Постараюсь вот как бы сказать то, что, ну, как мне это видится, да. Для кого-то из львов, безусловно. Так, сейчас я вот так сдвину, ну, так, чтобы было понятно. Для кого-то из львов в буквальном смысле, вероятно, кто-то из львов в трауре. Почему? Потому что пятерка кубков, карта вообще сама по себе, горевание, слез, траура. Но причина, я же хотела понять, что? Причиной ложится смерть. Ну, смерть и траура – это естественно. То есть у кого-то, допустим, если кто-то пережил потерю кого-то из близких, не обязательно на этой неделе это было, это могло быть раньше, может быть, там, знаете, как 9-40 дней годовщину отмечают люди. Может быть, это было на этой неделе. Не обязательно, что это будет на эти выходные. Но если это было уже, то выходные, они такие вот все равно грустные, конечно же. В таком настроении трудно куда-то пойти, трудно что-то захотеть. Ну, подходишь к окошечку, думаешь, может выйти? Да ну неохота. То есть мысли и состояние не то. Ну, не у всех была потеря, не у всех траур. Ну, тогда я вам хочу сказать, что что-то или кто-то может вас разочаровать на эти выходные. По типу того, что договорились с кем-то, или вы надеялись на что-то или на кого-то. этого не произошло. Допустим, человек вас подвел, не пришел, не приехал, не сдержал своего слова, например, или что-то сделал такое, что вас, ну, обидело, разочаровались вы. Вам грустно, то есть планы ваши сбились, и ожидания не оправдались. Вот, по сути, о чем речь. Может быть, ну да, и вот вы же были в ожидании, вы надеялись на кого-то или на какое-то событие. А этого не произошло, и у вас немножечко настроение, конечно же, потому что ждали-ждали, уже все мысли передумали. Ну, расклад общего характера может не соответствовать, конечно же. Безусловно, конечно, самочувствие может быть не ахти, может быть, у кого-то есть риск перепить в какой-то момент на выходные. Будьте с этим аккуратны, потому что ни настроения, ни самочувствия хорошего точно не добавят. Потому что пятерка кубков иногда, это когда, вот знаете, допустим, бывает как, человек выпьет и радостный, да, а бывает человек выпьет, и его понесло не в ту степь. Вот здесь может быть не в ту степь. Либо самочувствие не очень, в общем, будьте с этим внимательны и аккуратны. Ну, в общем, кто-то, что-то вам может испортить настроение, дорогие львы, но я все время говорю, расклад общего характера может не отыгрываться у вас ни в коем случае. Но тягостные какие-то вот раздумья и обиды на кого-то, конечно, здесь высвечиваются. Я вам желаю прекрасных выходных, и чтобы мой расклад не сбылся, я надеюсь. Девы, дорогие девы, вам вышел король жеслов, с пятерочкой жеслов, и сигнификатор женский. Если вы женщина-дева, это вы, это какой-то человек, который будет суперактивным на эти выходные. Он будет там что-то делать, что-то говорить. Единственное, что вот в этой пятерке жеслов я вижу какой-то раскордаж. То есть если человек позитивненько настроен и пытается что-то сделать хорошее, то это из разряда за одно схватился, за другое, куча дел сразу. Оно тогда как бы может ни одно из этих дел толком не доделать. Вот. Мне кажется, женщина так смотрит на этого, боже мой, боже мой, на этого мужчину, который там, скажем так, плохо организовал какой-то процесс или какую-то работу. Если вы мужчина-дева, то значит это вы с какими-то своими стараниями или вы хотите все сразу, прям объять необъятное вы пытаетесь. Имейте в виду, что либо вам надо очень хорошо и правильно действительно организовать какие-то дела, чтобы не получилось, чтобы меньше нестыковок было, чтобы действительно вам удалось как можно больше сделать, если у вас запланированы дела. Не исключен бурный спор, надеюсь, не перерастет это в ссору, у женщины с мужчиной. Между ними ложится вот эта карта спорщиков, шумных таких вот разговоров, препирательств, несогласия в чем-то. Может, конечно, отыграться как бурный секс. Будем надеяться, что это туда-куда-то пойдет в ту степь. Но имейте в виду, что показали все-таки, что вот такое вот какое-то состояние борьбы, усилий, но не всегда в одном направлении люди эти усилия прилагают. Я вам желаю прекрасных выходных, дорогие девы. Так, весы, 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 весы. Мне показали королеву кубков. И большой выигрыш. Королевы кубков, это у нас дама, волнующаяся, принимающая порой все близко к сердцу, с какими-то переживаниями, с какими-то волнениями. Я думала, если волнуется, то из-за чего? Мне показали императрицу и пятерку мечей. Здесь может быть для женщин весов, что ваши волнения, ваши какие-то душевные переживания могут быть связаны с либо если вы мама, что-то могло вам не понравиться или очень обидно и досадно то, что с ребенком произошло, потому что вот ваша роль как матери или как жены, или как женщины, которая любит. понимаете, вот там какая-то досада была или что-то такое вот может быть вас кто-то обидел в какой-то момент времени и вот ваша такая вот эмоциональность она связана с этим. Может быть вы во что бы то ни стало пытались что-то сделать, потом, например, вы посетовали и ну так, знаете, как вот раздосадованно ой, ну надо оно мне было, да, вот я полезла куда-то там. Может, конечно, ваши переживания связаны, что там с мамой какие-то недоразумения у вас что-то показалось кому-то обидным или вы что-то сказали или сделали или она что-то сказала или сделала, потом, может быть, об этом все пожалели уже потом. или с подругой. Если вы взрослые весы и у вас есть взрослая дочь, может быть, это связано с, если она замужем или у нее уже есть детки, может быть, это с дочерью какие-то вот недоразумения могли быть и вы по этому поводу волнуетесь. Но карта большой выигрыш, да, удача вот эта все-таки говорит о том, что на этой неделе вас что-то порадует. Потом я хочу заметить вот артистам, я бы сказала, вероятно была какая-то ситуация, где вам, может быть, не удалось получить какую-то роль. Или вы хотели, допустим, какое-то выступление в распределении ролей или в каком-то выступлении что-то типа пошло не так, вы не хотите выступать, что-то вам не нравится. Но мне кажется, если будет выступление, потому что артисты работают и выходные, и всегда, то есть и на Новый год, и когда угодно. Поэтому мне кажется, это выступление, если у вас будет, оно будет очень удачным, не говоря уже о том, что принесет достаточно хорошие деньги. Вас может кто-то чем-то порадовать, вам могут, я не знаю, что-то подарить. Вы можете получить какие-то деньги на этой неделе для весов мужчин. Здесь мне кажется, что весы мужчины, им сопутствует удача, и это имеет отношение к какой-то женщине, которая, ну не знаю, вас так нежно-нежно любит, заботится о вас и может даже растворяется в вас просто прям вот полностью. Я вам желаю удачи, дорогие весы. Скорпиончики. Что-то мои карты как-то о скорпиончиков не прям вот попалывали и порадовали. Мы говорим про выходные, да, как пройдут выходные в плане там развлечений, радости. Что-то мне вот как-то тут не знаю. Значит, что это может быть, дорогие скорпионы? Если у кого-то были судебные процессы какие-то, я смотрю, просто видно, нет, конечно, не видно. Если были какие-то судебные процессы на этой неделе и решение суда вам не понравилось или ход процесса был немножечко не в вашу пользу или вам не понравилось, как это все пошло, то это может быть просто, что вы сейчас в таком вот подавленном состоянии, вам ничего не хочется, вам как по рукам ударили, да, вы расстроены, вам кажется, что, ну, такое состояние, когда кажется, что недомогаешь, естественно, сразу настроения нет, такая какая-то подавленность, усталость, измотанность. для кого-то могут из скорпионов показывать, допустим, реально как, отцепные, вот человек пахал так или постоянно не высыпался на неделе так, что на выходные ничего не хочу, никуда не пойду, потому что здесь есть какой-то отказ, допустим, ну, вас пригласили куда-то, а вы из разряда не, я не могу, я лучше, все, я буду спать полдня, как хотите, я буду спать, отдыхать и никуда не хочу ходить, здесь такое может быть, либо отсыпается человек, либо человек не очень хорошо себя чувствует, и соответственно, ну что, какие могут быть тут выходные, через силу что-то там поделал дома, потому что надо, ну и все на этом, мне кажется, вы можете отказаться, куда-то пойти, или кто-то, или кто-то вам портил настроение, вот тут еще такое может быть, что до такой степени вас либо загружали, либо тюкали, что не исключено с вот этим вот судьей, который выносит приговор, ну как сказать, осуждали ваши поступки, ваше поведение, ну в общем, такого настроения, как бы я не вижу настроения, если кто-то мается в одиночестве, я спрашивала карты, мне сказали, недостаточно сидеть, первое, если у вас по кому-то из бывших, вы никак все сохнете, никак не отпустите ситуацию, если вы ее не отпустите, у вас новых отношений неизвестно, когда будут, во-первых, надо не просто сидеть пассивно, хотеть, боже, как бы я хотела или хотела там встретить пару, как бы мне хотелось, надо делать, выходите в люди, мне прям в прямом смысле сказали, выходи в люди, хоть немножко себя заставь, пересиль себя, выйди, разговаривай, танцуй, общайся, там, если мужчина, ухлестывайте за женщинами, если женщина, тоже немножечко надо как-то себя показать и проявить, про на тему, если в одиночестве, ой, мне так грустно, скучно, не с кем никуда пойти и так далее, мне прям в буквальном смысле сказали, поднимайся и иди, сделай над собой усилие, но имейте в виду, что вот я бы скорпионов, например, и львов, я бы тоже предупредила по поводу самочувствия не очень хорошего, что теоретически может быть такое, может быть такое, здесь тоже может быть какое-то недомогание, и из-за этого, конечно же, выходные немножко как бы подпорчены, я вам желаю прекрасных выходных и чтобы мой расклад не сбылся, дорогие скорпиончики, стрельцы, стрельцы, верховная жрица, супружество, конечно, много всего лезет, лишнего, тайна, которую скрывает верховная жрица, здесь у нас королева мечей, в общем, эти карты, вот так, вот это, на самом деле, что скрывает верховная жрица, что я здесь вижу, дорогие стрельцы, мы говорим про выходные, вероятно, вероятно, по жрице, есть какая-то неопределенность, вместе с легким недовольством, можно, если можно так выразиться, женщины, которые в отношениях, неважно, здесь карта супружества, но это не обязательно супружество, это может быть как, постоянные какие-то отношения, это постоянный партнер, а может быть и партнер по браку, вот у меня ощущение, вот от этих карт, что на этих выходных, кто-то, не все, конечно же, кто-то, из женщин-стрельцов, будучи в отношениях, чувствует себя абсолютно одинокой, ей чего-то не хватает, тепла, внимания, нежных слов, любви и секса, в конце концов, потому что обе такие, если честно, ну как бы женщины, обделенные этим, но это как бы обе, ну здесь подоплека, может быть, кто-то из стрельцов присматривается, допустим, у вас появились подозрения, что, ну, ваш драгоценный супруг или мужчина вам как бы неверен, и у вас есть конкретная персона, кого вы подозреваете, если вы общаетесь с этими людьми в одном кругу, может быть, вы будете присматриваться, как ваш драгоценный, любимый мужчина общается с той женщиной, как бы, ну, знаете, как наблюдаете, вот так правильное слово, наблюдаете, пытаетесь определить, есть там что-то между ними или нет, либо еще может быть, что стрелец наблюдает за какой-то парой, не обязательно, что это ваш мужчина, нет, это, ну, я не знаю, кто, допустим, сын со снохой, да, или подруга со своим, там, мужчиной, неважно, как будто наблюдает кто-то, за какой-то парой, что-то там видит, ну, в этой паре, в этих отношениях, интуитивно, прям вот, ну, как вот, как сканирует это, что-то между ними, что происходит, замечает что-то, но молчит, вот у меня какое ощущение здесь складывается, но женщинам стрельца, мне кажется, немножко как может не хватать, может быть, ваш супруг или любимый человек уехал, там, не знаю, на выходные куда-то, не исключено, может быть, вам не хватает, может быть, вам жаль, что он уехал, потому что вы бы хотели быть рядом, но тема третьих лиц здесь теоретически может быть, потому что папеса может быть и, конечно, тайной женщиной, как женщина-стрелец может быть в роли любовницы, так и у мужчины-стрельца может быть тайная какая-то связь, ну, опять-таки, здесь все вот так переплетено, и мне еще такое впечатление, что если кто-то думает, что так хорошо скрывает, не факт, хочу заметить, по этим картам, такое впечатление, что кому-то уже вот интуиция, тут королева мечей слишком проницательна, папеса слишком наблюдательна, это карта интуиции, так что здесь очень трудно что-то скрыть и спрятать, но выходные пройдут, я бы сказала, так спокойно, но немножко чего-то не хватает, в плане нежности, тепла и каких-то радостей, что ли, немножечко пассивно, что-то, я вам желаю удачи, дорогие стрельцы, козероги, а вот козерогам вышли двоечка жезлов, пашкубков, и маленький ребенок, я вижу в этих картах, что кто-то из козерог, я все пытаюсь просто посмотреть, видно ли вам карты, кто-то из козерогов будет проводить время со своим ребенком, строить какие-то планы на следующую неделю, может быть делать уроки, может быть какие-то вопросы, связанные с ребенком, будете решать на выходных, если вы, допустим, одна с ребеночком, и у вас достаточно маленький ребенок, может быть вам бы и хотелось куда-то, допустим, пойти, но опять-таки вопрос может стать, с кем оставить, потому что видите, как вот такая вот развилка сомнений, что касается у кого нет детишек, кстати, вам могут подкинуть, допустим, там племянничка, или еще что-то в этом духе, на эти выходы посидеть, если у вас нет детей, никаких племянничков вам не подкинут, все равно здесь тема ребенка очень ярко выражена, кто-то какой-то вопрос пытается решать, и это опять-таки связано с малышом, с беременностью, например, почему на выходных, не знаю, ну, неважно, в общем, какой-то вопрос с ребенком, относительно ребенка, имеет здесь значение, конечно, если ничего не касается ребенка, не исключено, что козерог, либо в вас кто-то влюбился, заинтересовался вами, и там, не знаю, без ума от вас, и всячески подает знаки внимания, либо у вас кому-то интерес, потому что пашкубков означает такой вот любовный интерес, романтический интерес, увлечение кем-то, да, но это вот на самой начальной стадии, такое невинное, невинная такая симпатия, интерес, любопытство, любопытство какое-то может быть, и может быть вы с этой двойкой жезлов, вы не уверены, надо ли вам начинать, и вообще стоит ли, или как подойти к этому человеку, с какой стороны лучше подойти к этому человеку, не исключено. Что еще это может быть? Ну да, здесь больше, потому что вот эта карта, все равно это принятие решения, каких-то планов и обдумывания, как бы хотелось бы чего-то, хотелось бы чего-то, или, допустим, кому-то ребенка, кому-то чего-то большего, кому-то, допустим, вот этот интерес, который у вас появился, или симпатия, допустим, вам хочется понять, как лучше начать отношения, как лучше подойти к этому человеку, ну то есть, а кто-то будет просто действительно очень много времени уделять ребеночку на этих выходных. Так, я вам желаю прекрасных выходных, дорогие косироги. Водолеи. Ну, Водолеи, конечно, тут вообще... Ух, Водолеи влюбленные. Двойка мечей. Угу. Так, потом был офицер, потом был такой вот хороший джентльмен. У кого-то из Водолеев, тут просто вот прям даже, видите, очевидно, что у вас, вероятно, есть, действительно, вы встали перед выбором, для женщин-водолеев не исключены два мужчины. Может быть, даже в чем-то карты так и описывают, как бы, что из себя представляют эти мужчины. Один, может быть, военный, полицейский. Неважно, МЧС, ФСБ, все что угодно, ну, там, где люди носят погоны и форму, да? Другой хороший джентльмен. Мне кажется, один помоложе, другой постарше. А другой хороший джентльмен, да? То есть, это человек может быть достаточно самостоятельный, такой верный, надежный, последовательный. Я не сказала, что этот неверный, надежный, непоследовательный. Но этот военный, этот, видимо, в какой-то другой сфере. Хм. Потому что влюбленный – это выбор. Двойка мечей. Все два, два. Двоица, короче, у Водолеев двоица что-то. М-м-м-м. Ну, и выходные. То есть, кому-то из Водолеев, видимо, придется решать. То есть, может быть, не исключено, что за кем-то из Водолеев ухаживают два человека. Оба парня смелые, оба хороши. Но Водолею-то надо выбор делать какой-то. А что решать, непонятно. Я хочу сказать, что я спрашивала советы для тех, кто столкнется с такой ситуацией, и кому действительно надо принимать какое-то решение. Карты посоветовали. Вот на выходных не истерить, не торопиться. То есть, смотрите, у вас по поводу этой ситуации неважно какой выбор. Кстати, о птичках. Выбор может быть не обязательно относительно любви. Ну, просто тут так, видите, как два мужчины. Я подумала, что кто-то из Водолеев, женщин. Наверное, действительно, у вас в жизни есть два человека. Тем более, что тут такое, вот видите, выбор касается сердца, кому что нравится, не нравится и прочее. Может речь идти, допустим, о принятии решения по поводу карьеры. Ну, то есть, оставаться, допустим, на государственной службе или свой бизнес открывать, допустим. Либо о предложении по работе. Может быть, их два у вас, и вы пытаетесь определиться. Может быть, если вы сам руководитель или сама, может быть, речь идет о том, что у вас есть две кандидатуры, вам надо выбрать одного из этих людей на должность, поставить, назначить. Что мне сказали по поводу совета? Проблема-то в чем? Выбор, это же как? Если мы одно выбираем, то от второго мы отказываемся. В любом пути, хоть налево, хоть направо, хоть Петя, хоть Миша, всегда есть плюсы и минусы, хоть как ни крути. Всегда страшно немножечко ошибиться, но сердце, как правило, всегда подсказывает, ну, то есть, к чему-то тянется. Сердце обычно шепчет одно разом, другое трудно. Двойка мечей тоже карта сомнений, неуверенности и страха принять решение. Ступора какого-то. Мне подсказали карты, что если вам надо принять какое-то решение, на этих выходных торопиться не надо. Первое, в помойку этот вопрос вышвыривать не надо, впадать в истерику не надо. И принимать таких решений, которые будут как вот такая финальная черта, после которой возврата назад нет, тоже не посоветовали. Не торопитесь, потому что, вероятно, почему у вас какое-то вот сомнение. Не исключено, что вы не все знаете, что, возможно, вскоре вам придет какая-то информация, что сейчас вот при недостатке информации вам очень сложно принять, ну, сделать тот выбор, чтобы потом, ну, не имитаться и не сожалеть. Тем более, что имитаться не получится. Как показали, что вот если вы вот окончательно там что-то совсем прям вот решите, так, бесповоротно, то назад может дороги не быть. Вот. Запутала окончательно и бесповоротно. Тут так такие сомнения у кого-то. В общем, если мы упростим все до выходных, то, может быть, конечно, вас куда-то пригласили в два места сразу. Что делать, непонятно. Я вам не скажу, куда вам все-таки пойти, на какую вечеринку или на какое свидание. Вы уж сами решайте. Ну, обижать, кстати, тоже никого не надо, если что. Ну, я имею в виду так вот, знаете, прям такими больными словами. То есть, если вам хочется кого-то прям чуть ли не послать, ну, тоже не посоветовали это делать. Понимаете? Будьте, умейте сдержаться, если вдруг какая-то ситуация такая напряженная. Умейте сдержаться, постарайтесь себя держать в руках. Не портите окончательно отношения с кем-то, вот если об этом речь, если такая ситуация возникнет. Ну вот, в общем, да. Не сорвитесь, не выпалите человеку что-то такое, что потом уже, знаете, как птица, слово «не воробей» вылетит, не поймаешь, понимаете? То есть, вот здесь вот повнимательнее с этим делом. Просто у вас может быть не вся информация. И на этой почве из-за отсутствия информации вы можете быть, ну, как, ну, когда мы не информированы, то мы в неведении. Понимаете? Поэтому у нас и ступор, поэтому у нас и сомнения, и сложность в принятии решения. В общем, повнимательнее, дорогие водолеи, вот такая двойственная какая-то ситуация у вас, у нас на эти выходные. Рыбки, я вам желаю прекрасных выходных, водолеи в любом случае. Рыбки, ой, только не бейте. Рыбки, ну, выходные. Вот я так. Боже мой, да что ж такое-то? Не, ну, здесь, конечно, есть такое вот простое, какое-то простое объяснение этому. Во-первых, конечно же, сразу хочу сказать по здоровью. Для тех людей, у кого сердечко пошаливает или сердечно-сосудистые какие-то заболевания, будьте бережны к себе. Не портите себе настроение, не нервничайте, не перегружайте себя, следите за своим здоровьем, имейте с собой, ну, те медикаменты, которые вам необходимы, если что. Не делайте, то есть, не делайте ничего, что может ухудшить ваше состояние. Вот. Тройка мечей. Конечно же, это карта каких-то неурядиц, ссор, нестыковок, опять-таки, обид, разочарований, вынужденных мер. Вот я смотрю по этим картам, мне кажется, что кто-то из рыб, женщина или мужчина, например, по долгу службы или работы, или занимаемой какой-то должности, положения общественного, вынужден человек, вынужден, допустим, поехать куда-то или работать на выходные, всего-навсего, всего лишь работать. Но, может быть, человек так хотел провести время с родными, близкими, с детьми, с любимым человеком, а тут вот выходи на работу, да, настолько вот прям такая, чуть ли не боль аж, вот настолько неохота человеку это делать, ой, боже, неохота ехать, неохота туда идти, и с никакущим настроением человек идет на эту работу. А что делать? Ну, в общем, вот здесь вот такой момент есть. Потом, конечно же, может быть, кому-то приходится идти куда-то или делать что-то, что вам очень сильно не хочется и вам это портит настроение. Вас это заставляет волноваться, переживать, но как, типа, как откажешь, как же не пойти, да, то есть не обязательно, что это по работе, это может быть как вот надо, допустим, ну, мало ли кто, что не любит, да, надо там поехать к родителям, допустим, почему-то вам не хочется, такое тоже тут возможно. Вынужденные какие-то, вы вынуждены якобы что-то делать, вас это расстраивает. Может быть, вам как расставание, конечно, может быть. Несостоявшееся свидание может быть. Желание уйти из отношений может быть. Какие-то тягостные раздумья на эту тему. Хотелось бы как бы все сделать, как порядочный человек поступить. Так тяжело. Мысли такие одолевают, вот что отшельник, что вот эти тревожные мысли, это очень такие, вы знаете, как тяжелые раздумья в этих картах. В общем, короче, так, по здоровью бережем себя. Если что-то вынуждены, допустим, работать в эти выходные, ну, так уж сильно не расстраивайтесь. Давление и сердечники должны себя беречь, очень рыбки, на выходных. Ни в коем случае не нервничайте, потому что эти нервы, они вам не настроение, ну, если как бы ссоры с кем-то. Ну, будьте готовы на всякий случай к каким-то нестыковкам, чтобы потом не было сильных огорчений и разочарований. Я вам желаю прекрасных выходных и чтобы мой расклад ни в коем случае не сбылся. Овны. Овны. Почему я вас оставила на потом? Потому что, вот знаете, как бы хочется на позитивной ноте. Я не знаю, мне сразу захотелось быть овном или с овнами вместе тусить на выходные, потому что, ну, это посмотрите, какие карты, а. Боже мой. Короче, овны, солнце, рыцарь кубков и большая удача. О чем говорят эти карты? Мы же говорим о выходных. Кто-то, первое, пойдет в гости. Если вам там будут страшно рады, вот поверьте, люди радуются искренне, от души. Они не просто рады, они счастливы вас видеть. Это просто вот, знаете, как, ну, вы, не знаю, осчастливите этих людей, у них будет большой-большой праздник, большая радость. может быть гость, может быть хорошая новость, может быть свидание, может быть приглашение куда-то, может быть такая новость, которая сделает вас супер счастливым, из разряда «вау, вообще, ну, я не верю собственным ушам, уж не знаю, что там такое, у овнов будет, но я очень рада видеть такие карты». То есть и радость, и праздник, и прекрасное времяпровождение, искренность, признание, любовь, любовь, искренность, и вот какое-то счастье всеобъемлющее просто прям вот царит в этих картах. У каждого, конечно, будет с чем-то своим связано, но здесь столько именно переполняющих радостных эмоций, что просто, ну, правда, хочется быть овном, хочется с овнами, если что, вот если вы смотрите на овна, идите с ними, идите с ними, там будет большая радость, там будет большое счастье какое-то у овнов. Может быть, конечно, встреча, долгожданная встреча или приезд кого-то из родных. Это может быть кто угодно, это может быть брат, сестра, ребенок приехать может. Насчет родителей я сомневаюсь, здесь больше как-то вот молодой человек кто-то, да. Долгожданное приглашение на свидание. Долгожданно кто-то из овнов, явно кому-то сделают предложение, руки и сердца. Может быть, кто-то уже будет отмечать свадьбу, но свадьба тогда будет просто пир на весь мир, и красота, и вы будете счастливы, впечатления останутся на всю жизнь практически. У кого-то может родиться ребенок. Опять-таки, огромное-огромное счастье. Все такое вот радостно это все воспринимается. Кто-то может, допустим, узнать, что, я не знаю, любая новость, которая душу греет, которая радует и делает нас счастливыми. Так что, овны, наслаждайтесь жизнью в эти выходные. Какая бы радость ни была, какие бы подарки вам не делали, что бы вам ни говорили, вот насчет, если говорили, мне кажется, с такими картами только искренне может человек говорить. Что бы там, как бы это ни звучало, как бы это ни казалось невероятным, ну, видимо, это так и есть. Так что, любите, радуйтесь, наслаждайтесь жизнью, а мы будем радоваться за вас. Я желаю всем прекрасных выходных, удачи во всем, пока! Субтитры сделал DimaTorzok